МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». На обслуживании ООО «Самарские коммунальные системы» находятся более 46 250 канализационных и 26,5 тысяч водопроводных колодцев. И всё чаще вместо них на дорогах и улицах встречаются опасные чёрные дыры. Чугунные крышки, тяжеленные чугунные блины, каждый из которых весит как мешок с цементом 50 кг, продолжают исчезать, подпитывая ломовой бизнес. В среднем заворованный люк в пункте по приёму металла даёт от 300 до 500 рублей. И в открытые канализационные колодцы попадают и автомобили, и взрослые самарцы, но чаще дети. Иногда заканчивается летальным исходом. А всё из-за того, что кто-то на этом делает бизнес, ворует и продаёт крышки, не задумываясь о последствиях. Так, 25 февраля 2017 года в Сызрани 10-летний мальчик возвращался из магазина и провалился в открытый колодец, крытый под лужей. Мальчик успел схватиться за края колодца и самостоятельно выбраться из-за подней. 16 января 2012 года на улице Старозагора в Самаре 7-летняя девочка провалилась в открытый колодец. Снежные сугробы помешали ей увидеть, что на её пути люк, у которого нет крышки. На истошный крик девочке прибежал житель этого же дома, парковавший во дворе автомашину. Он поспешил к колодцу, из которого доносился плач ребёнка и помог школьнице выбраться наружу. Недавно в юго-западном районе Сызрани пенсионер несколько часов спасал дворового кота по кличке Василий, который угодил в колодец. С помощью домашней простыни кота удалось вытащить наружу. Как же колодцы оказываются открытыми? Люки просто воруют. И чаще всего это происходит в промзонах и территориях, прилегающих к лесопаркам вдали от оживлённых трасс. В основном это окраины города. А в последнее время крадут ещё и решётки дождеприёмников, что может вообще вызвать ДТП. Только за ноябрь 2018 года самарцы стащили 72 дождеприёмные решётки, причём 42 из них исчезли за сутки. В декабре прошлого года жители Волжского района судили за серию краж решёток от дождеприёмников. Он своровал почти 50 изделий, тем самым причинив ущерб в более 100 тысяч рублей. Помимо решёток, мужчина украл 7 канализационных люков по городу Самар. Мужчину задержали сотрудники ПСС Самары, когда патрулировали улицу. Увидели, что иномарка сильно перегружена. Они остановили эту машину и попросили водителя открыть багажник. А там оказались решётки от дождеприёмников. Пару лет назад гражданин Ермолов похитил 17 дождеприёмных решёток и сдал их в пункт приёма металлолома по цене 500 рублей за штуку, получив за всё 8500 рублей. По приговору суда он был осуждён на один год лишения свободы условно, и с него было взыскано 128 тысяч рублей. В феврале этого года были осуждены двое жителей Самары, каждый из которых получил по 6 месяцев справительных работ. Люди, занимающиеся приёмкой металлолома, при попытке кого-то сдать чугунные люки в металлолом, обязаны немедленно сообщать об этом в полицию. Только ни одного такого случая не было. Да и запрет можно обойти довольно просто. Крышка разбивается на куски, и вот она уже просто металлолом. Иные приёмщики спокойно берут и целые люки, даже не поинтересовавшись их происхождением. Кажется, таких людей совсем не интересует, что в один из открытых колодцев может упасть, например, их собственный ребёнок. И смогут ли они, глядя в глаза родственникам погибших в коммунальных ловушках, сказать что-то вроде «это просто бизнес, ничего личного». Что вообще делается, чтобы предотвратить? Сами предприятия, владельцы и арендаторы люков, хоть и заверяют, что регулярно совершают обходы по объектам, признаются. Меры этой ничего изменить не в силах, когда на балансе десятки тысяч люков проследить за каждым просто нереально. Очевидно, что полиция должна усилить работу по поиску граждан, ворующих люки, чтобы впоследствии они могли бы возместить ущерб, причинённый муниципалитету. Если тех, кто сдаёт лом, хоть время от времени ловят, то приёмщиков к ответственности не привлекают вовсе. Значит, необходимо жёстко контролировать и работу пунктов приёма металлолома. Те, что будут замечены в приёме краденого имущества, инженерных коммуникаций, лишать лицензии. Правда, чтобы аннулировать разрешение на приём металлолома, нужно вносить изменения в федеральное законодательство, где сейчас такая мера вообще не прописана. И да, необходимо назначить персональную уголовную ответственность конкретных руководителей коммунальных служб и чиновников области за все подобные несчастные случаи. Может, в этом случае качество их работы изменится, и люди перестанут калечиться и погибать в открытых колодцах. Это была программа «Цифры». Я Андрей Асташкин. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин